Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Вали Робот Вали из года в год прилежно трудился на опустевшей земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную землю. Живая сталь События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми. Бывший боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в робобокс, решает, что наконец нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, но очень способный робот. Одновременно на жизненном пути героя возникает 11-летний парень, оказывающийся его сыном, и по мере того, как машина пробивает свой путь к вершине, обретшие друг друга сын и отец учатся дружить. Хан Соло. Звездные войны. Истории. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубаки, и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой галактики. Детяная робота. После глобального катаклизма человечество умирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гоманоид-мать выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром матери, никогда не видела ни поверхности Земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи. Команда уничтожить. Недалекое будущее. Экспериментальный отряд специальных агентов высаживается на необитаемом острове для прохождения интенсивных боевых учений. Но на острове высадился кто-то еще. И это не люди. Пихоокеанский рубеж. Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, известных как Кайдзю, началась война, которой суждено было забрать миллионы жизней и свести человеческие ресурсы почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, было создано специальное оружие. Огромные роботы, названные Джеггерами. Они управлялись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью нейронной связи. Терминатор 3. Восстание машин. Прошло 10 лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить судный день. И спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25. Коннор не живет, как все. У него нет дома, нет кредитных карт, сотового телефона и никакой работы. Его существование нигде не зарегистрировано. Он не может быть прослежен системой Скайнет, высокоразвитой сетью машин, которые когда-то попробовали убить его и развязать войну против человечества. Пока из теней будущего не появляется ТХ. Терминатор Икс Самый сложный киборг-убийца Скайнет, посланная назад сквозь время, чтобы завершить работу, начатую ее предшественником. Т-1000 Эта машина так же упорна, как прекрасен ее человеческий облик. Теперь единственная надежда Коннору выжить Терминатор и его таинственный прежний убийца. Вместе они должны одержать победу над новыми технологиями ТХ и снова предотвратить судный день. Терминатор История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывшего в 1984 год из постапокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга убить девушку по имени Сара Коннор, чей еще нерожденный сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой. Терминатор 2 Судный день 1991 года Прошло более 10 лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор, женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон, и время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый Терминатор, практически неуязвимый и способный принимать любое обличие. Цель нового Терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением Терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества. Терминатор да придет спаситель. 2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон Коннор, человек, чья судьба возглавит сопротивление электронного мозгу Скайнет и армии Терминаторов. Но в будущее, сферой в которую он возвращен, вклинивается таинственный Маркус Райт, незнакомец, чьи последние воспоминания рисует камеру смертников. Коннор должен понять, кто такой этот Маркус и с какой целью пожаловал к людям. И на фоне подготовки Скайнетом решающего удара Коннор и Райт отправляются в путешествие, приводящее их в самую сердцевину взбунтовавшейся операционной системы, где открывается ужасная тайна, кроющаяся за потенциальным уничтожением человечества. Пишите о ментариях, такие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!